Девушки отдыхают Турист Приветствую вас Здравствуйте, Александр Здравствуйте, здравствуйте Что-то вы в черно-белом сегодня Вы знаете, глаза устали Передо мной же лампа Целый день за компьютером Немножечко нагрузку Компьютер подвисает, программа подвисает Как вы поживаете, как у вас там? Да нормально в целом У вас завтра стрим, да? Ну да, я думаю будет Я опять же, я не объявляю Потому что если вдруг что-то пойдет не так Поэтому как-то не хочется Когда не уверен, что будет, не будет Поэтому стараюсь не анонсировать Тогда ты получается обязан Оно внезапно, да? Да, да, да А вы заходите на стрим, смотрите? Ну да, прочно Ну иногда зайду, посмотрю там на 2 секунды Гляну, ага 10 тысяч, там 8 тысяч Думаю, неплохо, неплохо Не, ну приятно, приятно Растет человек, да Нашел хобби для себя хорошее Еще у вас, по сути, за 2 года Так оно все вырос Да, удивительно, да Людям, народу нравится, наверное, все-таки Что-то Да Я вот что заметил Вот у вас Большая часть аудитории с России Вот нравится почему-то россиянам Наблюдать, как что-то иностранцы именно говорят Вот, что в принципе Ну, они могут воспринять Вот, вы Есть еще блогер, один какой-то немец С Германии Есть, ну, короче Блогеры, которые из Америки, например Что-то говорят Ксани во Флориде И остальные ребята Вот к ним как-то так прислушиваются И не очень хорошо так набирают аудиторию Что-то в этом есть? Я не знаю Может, знаете, опять же, зависит от блогера Потому что есть вот Я знаю других блогеров тоже Ну Такого количества у них, наверное, просмотров нет на стримах Опять же, все зависит от человека Может, это все-таки к человеку Какая-то тяга Ну, вот как-то зацепили вы, зацепили людей Что-то Есть пару российских блогеров У которых по 20 тысяч Сидит на стриме То есть, опять же, это в зависимости Я думаю, от человека зависит Колхоз дела добровольно Вроде рекордсмен Я так чуть-чуть наблюдал Поверьте, я просто сейчас в эфире Откладываю в ютубе и сразу смотрю Ааа, кто сейчас в эфире, у кого какие просмотры Это здорово Это интересно, да Что можно отслеживать А вы... Знаете, чем вы интересный блогер? Вы предъявляете Вот претензии к украинской власти А россияне предъявляют Моей, ну, к власти моей страны Что у американских хозяева То есть, получается Стрелки ведут куда-то вообще к вам Ну, да, конечно Конечно, к нам Ну, а как, по-любому к нам Ну, вот представьте Получается, у вас претензии должны быть Не к нашей власти Не к моей власти здесь А к вашей власти там А я вам скажу, почему у меня претензии К вашей власти там, где вы есть Потому что, если ваша власть декларирует Вы свободное, независимое государство Вы делаете так, как вы считаете нужным Для своего народа Опять же, не вы, а вот ваша власть Да, как она декларирует То соответствуйте этому Понимаете? Не идите на поводу у кого-то То есть, не выполняйте приказы чьи-то Делайте так, как вы декларируете Вы декларируете одно А при этом, на самом деле, все по-другому То есть, вы считаете, позиционируете себя Как с независимым государством Но при этом, выступая, ваш главный начальник Говорит, если нам денег не дадут Нам, пенсионерам, нечем будет выплачивать То есть, это что? Что это, если... Я так понимаю, что этот характер Крутится вокруг события Которого произошло в 91-м году Что независимость Мы больше С Россией И вот это От этого всего Отталкивается А вот остальное Что мы наблюдаем Барь Пожалуйста, сними прокурора С должности Потому что мы разбираем фигуризма Иначе не получишь денег Так получается, есть Зависимость определенная Тут вы можете говорить Про нашу независимость Но по факту есть зависимость В деньгах Конечно Вы же сами только что это сказали Да, вы сами только что это сказали То есть, когда я задаю вопрос Вашим Ну, я не буду говорить людям Потому что, давайте, представителям в чат рулетки И вашим блогерам Почему у вас конфликт, к примеру С той же самой Россией Почему вы конфликтуете с соседями Мы хотим скинуть вот это ермо Мы хотим быть независимым Мы хотим то Мы хотим все Они вот нас все время угнетали Мы все время были под зависимостью А когда приводишь пример Который привели вы То есть, вы не стали независимым Вы просто поменяли хозяина Опять же, это может звучать как оскорбление Как хотите, так и воспринимайте Но факт остается фактом Просто, понимаете Если в интернете копаться И если складывать это все по пазлу Это что такое? Можно найти запись разговора Гуланд С каким-то чиновником О том, кто будет хороший для власти нашей Я ценю Либо тягни бок Все это после Майдана произошло И тоже Как так? Международный скандал получается А скандал это не было? То есть Скандал-то не возник? Скандал это не было Не возник То есть, получается Ну вот, ваша страна Очень часто говорит, что Она против того, чтобы вмешиваться В чужие внутренние дела А получается, она это делает Так далеко ходить не надо Вот смотрите Наша страна Наш, вот Блинкин, по-моему Да? Заявил недавно Что Соединенные Штаты Против того, чтобы Украина Лупила по российским МПЗ Да, я слышал такое То есть Мы заявляем А вот туда нельзя Да То есть мы заявляем Это делать нельзя К тому же Когда Запад поставляет оружие Говорят Так, ребята Вы это оружие Не имеете права Пользовать на старых Скажем так Территориях Российской Федерации Вот там пользуются А вот здесь вот Вы не имеете права То есть Мы вам дадим самолеты Вот эти F-16 Но вы не можете залететь В Белгородскую область К примеру Опять же говорю И вот теперь скажите мне Вот опять же Может я что-то неправильно вижу Это независимость Ну я же вам перед этим объяснил Что все упирается В деньги получается Конечно Так это же я пытаюсь сказать Миром рулят Забудьте вот эту вот Справедливость Честность Еще чего-то Еще чего-то А кто-то говорит Разве справедливости Мне кажется Здесь Вот Мои сограждане Они уже все Многое поняли Нет Ваши сограждане Как раз таки Вот здесь В рулетке Мне говорят О какой-то Справедливости Не здесь И здесь Те которые Вот Люди Вот Которые вас окружают Да Которые вас окружают Да Но здесь В рулетке Вот продолжается Понимаете Вот Опять же Столкнулись Бизнес Интересы Они Столкнулись На вашей территории То есть Ваше Руководство Позволило Случиться Такому Что бизнес Интересы Столкнулись На вашей территории И гибнут Ваши люди Происходит Депопуляризация Украины Мало того Вы Вы уже В демографическом Кризисе И он Усугубляется Получается Вот То же самое Что я говорю Россиянам А суть Вообще Этого конфликта То есть Как вот Вообще После 91 года Была война Холодная Она закончилась Америка Объявила Что вот Мы победили Все Холодной войны Больше нет Ельцин сказал Что Ну В конгрессе США Что вот Больше не возродится Коммунистический Режим Все Мир Жвачка То есть Потом Казалось бы Нормально Все существовали До 2008 года Потом уже Начали возникать Какие-то конфликты И Вроде Они решили Что Вот этот Америка И Россия Что вот этот Наш рынок сбыта Вот этот Ваш рынок сбыта Вот Украина Например Для России Но что-то пошло Не так Я так понимаю Потихонечку Западный мир Начал То ли отжимать Этот рынок То ли в него Заходить плавно Что России не понравилось В частности Российским олигархам У них же здесь Было очень много активов До 2014 года И они инвестиций Много вложили Очень много Больше всего В СМВ И вот тоже Я понимаю Что кто-то Кого-то Выжил Вот в этом Жестоком капитализме Это всегда Такое случается Кто-то Кого-то Откуда-то Выжимает Всегда Такое Было Всегда Такое Есть Всегда Такое Будет Идет Борьба За ресурсы Вот сейчас Многие Удивляются Почему Франция Где Франция А где Украина Но Франция Решила Там Что у нее Есть Какие-то Интересы На Украине Мы ведем Войска Мы будем То Мы будем Там Все Никто Не задается Вопросом А почему Вот вы Можете Ответить Мне на вопрос Почему Вот Настолько Франция Заинтересована В вводе Войск Там Какой-то Охране Каких-то Городов Вот ваше Мнение Скажите мне А потом я Выражу Своё мнение Мне кажется Что После Отмены Монатория На продажу Земли Иностранцам Многие Много Людей Из Европы И Америки Тут Как-то Вот Присмотрелись Украинской Земле И Начали иметь Свои Интересы Которые Естественно Хочется Защитить И Если Понятно Если Придут Российские Войска На Эти Земли То Они Ни с чем Останутся Вот Это Одно Из Предположений Моих А почему Именно Франция Ну Я думаю Многие Не только Франция Франция Мне кажется Так Громко Заявляет Это Ну Почему Именно Франция Громко Заявляет Почему Не заявляет Например Германия Соединенные Штаты Не заявляют Причем Соединенные Штаты Бытует Мнение Якобы Кое-какие Синдикаты Американские Там Скупили Там Землю Опять же Не буду Называть Кто Что Как Но Бытует Такое Мнение Но Американцы Даже Против Того Чтобы Входить На Украину А вот Французы Идут Как Вы Думаете Почему Ну Жарю Это Вопрос Надо Изучать Вот Макрон Часто Громкие Заявления Делает Что Случилось Последнее Время Где У Франции Последнее Время Появились Неприятности И Кто Виноват В этом Скажем Косвенно Или Как Я Замечаю Что В Африке В Африке То есть У французов Отжали Их Бизнес Там Даже Не Бизнес Там Просто Ну Как Там Конкретно Один Сидели Неплохо И У них Отжали А Кто Отжал Кто Помог Отжать О О О Вы Знаете Когда То Президент Бывший Франции Сказал Что Их Достаток Во многом Зависит От Их Благосостояние Во многом Зависит От Ситуации В Африке И Существует Франк Фа Французский Благодаря Которому Короче Ну Кто Говорит Что Это Неоколониальная Система Кто Говорит Что Это Хитрая Экономическая Система Ну Вот Многим Советую Этот Франк КФ Вот Почитать И Поинтересоваться Там Жишь Много Бывших Колоний Французских И Как-то Так Вот Происходит Что Франц Это Живет Хорошо И Бывший Президент Я не Помню Там Наш Ш Жрак Жак Жрак Был Такой Жак Жрак Скорее Всего Вот Он Сообщил Что Их Благосостояние От Этого Зависит Ну Жак Ширак Это Когда В 90-х Он Был Там Уршан Когда Там Был После Этого Уже Были И Саркази Был Еще Там Жак Ширак Это Там 90-е По-моему Ну Да И Сейчас Там Россия Делает Свои Дела Но Очень Часто Говорят Что Вот Россия Там Хочет Освободить Эти Африканские Страны Но Мне Кажется Бизнес Интересы Там Тоже И Скорее Всего Под Себя Ребята Не Работайте С теми Работайте Лучше С нами Ну Да Те Дают Вам Опять Же Я Говорю Образно Чтобы Меня Потом Не Обвинили В Обмане Образ В Чем Вас Не Обвиняли Еще Что Больше Не Обвинили Знаете Как Образно Говорят Те Дают Вам 10% С Уже Там Уже Короче С вами Скажем Так Остались Те Люди Которые Ну Как Б Ваша Воронка Которые Вас Понимают Скажем Так Ваше Мировоззрение И так Далее Даже Если Вы Скажете Какие-то Вещи Назовете Агрессией Что Было В Диалоге С Нивини Пухом То Они Все Равно Останутся С вами Потому Что Их Ваше Мировоззрение Зацепило Хоть Там И Какая-то Часть Патриотично Очень Настроенных В России Скажем Так Отпишутся Ну Я Такую Часть Называю Вообще Ура Патриотами Ура Патриотов Хватает Везде Что В любой Стране Есть Ура Патриоты Вот Такие Знаете Слепо Верующие В свои Идеалы Какие-то Так Вот По поводу Франции Смотрите Тут Такое Дело Вот Кто-то Платит Стока Тогда Там 10 Процентов 15 Процентов А Приходит Кто-то Другие Говорят Так Слушайте Мы вам Дадим 30 Процент Хотите Хотите Ладно Не хотите 30 40 Конечно Хотим Давайте Объявляем Объявляют Революцию Сносят Тех Понимаете А те Те же Уже Привыкли Тут Такое Знаете Вроде Мы Сила Вроде Мы Это И Вроде Мы Уже С Властью Срослись Делают Небольшой Переворот Военный Меняют Власть Приходит Новая Власть И Мы Оказывается Всю Жизнь Под Гнетом Были А До Этого Какого-то Вы Не Замечали Что Вы Всю Жизнь Под Гнетом Были Бизнес Ничего Личного Да Появляются Там Различные Группировки Повстанцев Да Они Такие У них Внезапно Появляются Ресурсы Возможности Приходят В классе Какие-то Молодые Майоры Даже Не Генералы А Вайоры Потому что Генерала Брать Смысла Нет А майор Он Будет Копытом Землю Грести Понимаете Да И Что Получается Опа Все Новый Режим И Очень Часто Там Кандилийские Эти Войны Самые Страшные Войны 21 Века Сколько Людей Погибло И В этом Там Постоянно Такие Беспорядки В принципе Даже Когда Много Стран Ангола И Не Только Тоже Перенастраивались На Социалистический Режим Тот же Лумумба Кстати У нас Представляете У нас В Киеве Есть улица В честь Его Названа Патриса Лумумба Не переименовали Что ли Как Недостаток Какой-нибудь Швыдко Должен быть В центре Киева Есть Усталась Улица Просто Заинтересовался Кто-то Такой Патрис Лумумба Какой-то Африканец Думаю Интересно Погуглю А смотрю Так Это Социалистически Убежденный Человек Он даже На советских Марках Был В свое Время Так Институт В России В России На Институт Дружбы Народов Имени Патриса Лумумба В Москве Да Поэтому Имейте Ввиду Что Осталась Улица И Стоит Богдан Хмельницкий Просто Многие Там Типа Ой Богдан Хмельницкий Какой-то Мир С Россией Когда-то Тем не менее Вы Знаете Кстати Вы Вот Сказали По поводу Почему Вот Затай Ну Наступил Вот Это Конфликт Между Россией И Скажем Соединенными Штатами Западным Миром Как хотите Назовите Опять же Раньше Когда был Ельцин Ну Вы Видели Что Происходило И с Россией И вообще Ну 90-е Это было Просто Страшно Продавали Все Что Можно Было Грабили Продавали Зато Он В Америку Ездил Говорил Господи Благослови Америку Все Там Хлопали Да 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 Ну Вот Такой Был Понимаете И Потом Когда То То есть Западный Мир Рассматривал Мне так Кажется Опять же Могу Ошибаться Россию Как Ну Пусть Как Африку Скажем Так Полубесплатные Ресурсы А ресурсы Это То Что И Стоит В нашей Жизни Многого Полубесплатные Ресурсы И Все Шло Хорошо Все Было Классно Все Развивались Потом Приходит Другой Лидер Который Говорит Хватит Жить Как Попало Будем Жить Как Придется И Начинает Выстраивать Свою Постепенно Постепенно В свою Вертикаль Власти Выстраивать А это Что У нас А это Вот Чьи Это Поля Это Маркиза Карабаса Да Вы Что Обалдели Что Какой Маркиз Карабас И Постепенно Постепенно Эти поля Переходят Туда Куда Они Должны Переходить Понимаете То есть Кто Не Согласен Сильно Совсем То Ну Присядет Лет На 50 Ну На 25 Может Я Не знаю Сколько Ходорковский Сидел То есть Особо Особо Помиловали Не Ну Потом Помиловали Но Особо 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 Таких Которые Не Соглашались Они Присели К Те Кто Согласился Они Начали Работать С властью Понимаете Вот Эта Власть Выстраивалась Это Не понравилось Капиталистам С другой Стороны Что Такое Раньше Мы Здесь Покупали За 3 Рубля Помидора А Сегодня Они По 5 Ничего себе А Почему По 5 Это Тоже Да И Воспользовались Тем Чтобы Опять же Почему Такая Маниакальное Желание Сменить Власть Заметьте Не разрушить Разрушить Государство Это Маниакальная Идея Ваших Лидеров И Блогеров А Запада Это Сменить Прежде всего Власть Для чего Чтобы Другая Власть Была Более Панконтрольная И снова Чтобы Помидоры Стоили Три А Желательно Уже Два Да Ну И чтобы Не было Конкурента То есть В чем Капиталистическая Агрессия Современных Стран То есть Вот это Нападать Отжимать Это Уже Не модно Модно Делать Вывоз Капитала То есть Мы Инвестиции Закинем И Каждая Вот Эта Страна Она Борется За свой Участок Территориальный Чтобы Инвестиции Вкладывать Потом Собственно Доить И Выжимать Вот Для себя И вот Украина Вот между Западным Миром И Россией Стала Вот так Кто же Будет Здесь Скажем Так Вывоз Капитала Делать И Потом Выжимать Это Все И С Этого Зарабатывать Мне кажется Украину Использовали Украину Использовали По двум Скажем Направлениям Первое направление Сама Украина Вот Как Территория Да Вот Как Страна Я не говорю Сейчас Как государство Как территория Да Возьмем Как территория Она Тоже Небедная То есть У вас Там И уран Есть В желтых Водах По-моему Да Много И никель По-моему У вас Есть И нефть Есть Сланцевый Газ Есть У нас Есть Даже Ферросплав Его Мало Где Вообще В мире То есть У вас То есть У вас Много Чего Есть И Много Чего Можно Взять Еще Дешевле Чем Брали Скажем Так Как вы Сами Сказали До этого Россияне Очень Сильно Участвовали В вашей Экономике Поэтому Их Решили Кое Кто Кинуть Потому Что Опять Вертикаль Власти Там Начала Выстраиваться Соответственно Цены На Продукцию Повысились Решили Откинуть Как Можно Откинуть Как И Обычно Как И Вот В Африке Меняется Власть И Начинается Отжим Понимаете Это Первое Второе Сыграли Вот Сыграли Вот На самых Низменных Чувствах На которых Можно Было Сыграть Понимаете Присущих Так Скажем Определенной Категории Людей Это Зависть Ненависть Ну И Все Остальное То есть Возвысили Один народ Над другим Причем Возвысили Необоснованно Неадекватно Но Возвысили И эти люди Это Схавали Они Это Поняли Они Это Приняли То есть Их Даже Не смущает Тот факт Что Миллионы Ваших Людей Ездили Туда На Заработки В Мордор Где Нет Унитазов Миллионами До 17 Года Когда Не было Без Виза Как Только Он Появился Ох Как Все Наманулись Уже На Россию Туза Били Уже После 18 Нет Посмотрите Вот Опять же Оскорбления Идут Как Вот Россияне Там Древние Дремучие Тупые У них Унитазов Нет Но При этом Миллионы Ваших Сограждан Каждый Год Ездили Туда Заработать Денег Вы Не Могли Заработать У себя Вы Ездили В Мордор Строили Мордор Улучшали Мордор Чтобы Чтобы Заработать Денег Просто На Существование То есть Вы Готовы Были На Полгода Бросить Семью Детей И Поехать Туда Было Такое Как Надо Было Нарушить Причинно-следственные Связи В мозгу И Сделать Из них Вот Якобы Врагов И Дикарей Как И Опять же Это идет Игра Вот Это Тоже Сыграли Запад На Том Что На Этих Противоречиях Которые Сами Взрастили Чтобы Опять же Как-то Экономически Свергнуть Ту Власть И Чтобы Опять Доить Ресурсы И От Вас И От Тех А Те Не Согласились Ничего Себе У нас Во-первых Отжали Сначала Бизнесы Теперь Отжимают Территорий Где Потенциально Можно Чего-то Добывать Выдавить Да И Соответственно Они Начали Действовать В ответ Понимаете То есть Государственные Интересы А Это Все Во Что Выливается Это Выливается В то Что Гибнут Ваши Люди Гибнут Россияне И Их Их Люди Гибнут Как Гражданские Так И военные Вот так К сожалению Такая Беда На наш Регион Допила И Вот Знаете Еще Что Интересно Вот Очень Много Россиян Здесь Говорят Что Ой Вас Экономика Украинская Вы Ничего Не Сделали Вы Ничего Нет Так Подождите Получается Очень Многое Принадлежало Россиянам Все Вот Эти Заводы Фабрики То Они По сути Управленцы Был Тот же Запорожский Алюминиевый Завод Он Русалу Был Подчинен По Сути Кто Терипаска То есть Получается Тоже Претензии К нам Получается Претензии К россиянам Ну вот Если Так Вот Задуматься Мне Нравится Такие Темы Задумываться Вы Обвиняйте Того То Есть Нас А Заводы В основном Россиянам Винадлежали Кто Виноват В этом И Акционеры Кто Виноват В Я Вам Сейчас Объясню Смотрите Вы Завод Сказали Да И Уничтожили Чтобы Избавиться От Конкурентов Люди На Украине Потеряли Работу Но В России Люди Наоборот Сохранили Свою Работу Благодаря Чему Благодаря Тому Что Избавились Конкурента На Украине Поэтому Кто Виноват В Этим Виноваты Те Хозяева Заводов Которые Допустили Продажу Этих Заводов Конкуренту Что Вы Делаете Вот И Смотрите Из этого Выплывает То Почему Ехали В Россию На Заработки Потому Что Там Эти Заводы Оставались А У Нас Они Правильно А Вот Теперь Смотрите Какой Фокус Получается Вот Здесь Получается Классный Фокус Ездили На Заработок В Россию Ездили На Заработок Сейчас Ездят По Безвизу На Заработок В Европу Это Очень Выгодно Они Едут Туда Они Платят Налоги Они Платят Налоги В Пенсионный Фонд И Во Все Остальное Для Того Государства Все Что Тому Государству Надо Это Платить Им Зарплату И Все И Больше Никаких Социальных Обязательств Ничего То есть Это Выигрыш Десятикратный Если Этот Завтра Пострадал Или Умер Или Что-то С ним Не Дай Бог Случилось Придет Следующий Микола Понимаете Это Опять Это Цинично Но Это Так Это Выгода Прежде Всего Это По Капиталистически К сожалению И Смотрите Эти Люди С Украины Они Ездили В Россию Для России Это Тоже Было Выгодно Это Дешевое Было Работать А В 17 Году Вентиль Скажем Так Прикрутили Все Забили В Европе Этой Дешевой Силой С того Же Самого Запорожского Алюминиевого Завода Опять Я Просто Слова Бросаю Я Не Знаю К примеру Где Еще Такой Завод В России Возьмем Просто В Норильске Или В Новосибирске Такой Алюминиевый Завод Допустим Люди Запорожье Где У них Была Работа Где Они Платили Налоги Где У государства Были Социальные Обязательства Перед Этими Людьми Они Теперь Так Как Завод Здесь Обанкротили Они Теперь Едут В Новосибирск Или В тот же Норильск Выполняют Ту Самую Работу Платят Деньги Налоги Другому Государству Которое Не Обеспечивает Их Социально Вообще Никак А умирать Они Приедут К себе Домой И Лягут Обузой На Своё Государство Что имеем То имеем Кто В этом Виноват Кто В этом Виноват Ну Проще Всего Всегда Самому Себе Нет Нет Кто В этом Виноват Кто Скажите Власть Власть Ваша Власть Прежде всего Оно Не Обеспечило Знаете В конституции Прописано Человек Имеет Право На Достойную Работу Достойный Заработок И Бесплатное Социально Медицинское Страхование У вас Прописано Это В конституции Нет Я Не Прав Но Опять Таки Власть Понимаете Что Так Украинская Власть Говорят Вот Кучма Пророссийский Вот Ющенко Прозападный Проукраинский Янукович Пророссийский Порошенко Проукраинский И Тоже Вот Получается Виновата Наша власть Но наша власть Ориентированная На кого-то И Получается Получается Там Там То ли Обманули То ли Заман Замануху Какую-то Сделали Либо Еще Что-то То есть Получается Кто Вас Предал Кто Вас Продал Кто Вас Предал Непонятно Кто Предал Но Жалко Что Ты Не Являешься Свидетелем Тех Решений Которые Были Приняты И Потом К Чему Страна Пришла Непонятно Вот В этих Понимаете Вот В этих Желаниях Мы Сначала Туда Вначале На Восток Потом Мы На Запад Потом Опять На Восток Потом Опять На Запад И Это Знаете Это Как Вот Ослик Перед ним Две Морковки Он Думал Какую Выбрать Морковку Вроде И та Вкусная И та Вкусная И ни Одну Не Выбрал И Умер С Голода Да Да Вот Вот Такая И Ситуация Что Один Президент Хочет Туда Потом Появляется Иванкович Надо Бы Надо Бы Туда На Восток Хотя Хотя Завлекал Европейским Союзом Что Вот Будет Будет Бесповоротно По-любому А потом Вот Так Вот Резко Нет Зачем Оно Надо И Причем Это Так Неубедительно Слов Слов Звучало Что Не Поверили Здесь Не Поверили Потому Что Внутренние Противоречия Вас Убили Я Помню Яценюк Когда Выступал Во времена Януковича Выступал Вот Я Помню Эту Социальную Рекламу Скажем Так Там Мама Папа Двое Детей Дочка И сын Обязательно В социальной Рекламе Именно так И должно Быть Идеальная Семья Мама Папа Сын И дочка Стоят В супермаркете Заваленном Чем Только Можно Его Завалить И Сынок Подбегает К папе Или Дочка Подбегает И говорит Ананас Держит Ананас Бери Клади В корзиночку Типа Мы будем Богаты И у нас Все будет И мы можем Себе Все позволить Типа Ананас Купить Не на Новый Год А вот Чтобы Просто Сын Захотел Ананас Мы взяли Понимаете И вот Эти Обещания Две с Полнотысячи Евро Пенсия И четыре Тысячи Зарплата Сыграли Свою Скажем Так Роль Люди Повелись Конечно Приятно Слышать Ну Понимаете Дело Еще В том Что Прибалтика Есть Латвия Литва Эстония Очень часто Смотрим На их Пример Вот У них Получилось Они Успели Вовремо Что Получилось Вырваться Вырваться И попасть Куда Европейский Союз В Европейский Союз Понимаете Хотя Там Тоже Есть Свои Противоречия Вы Спросите У Прибалтика Молодежь Где Молодежь Где Я здесь Разговариваю С людьми Ты Где У тебя Латвия Высадила Литва Ну Я Сейчас В Лондоне А я Сейчас В Норвегии А я Сейчас Там В Финляндии Опять же Продолжается Та же Вернее Повторяется Та же История Вы Работаете В других Странах Платите Там Налоги А умирать Приедете К себе За это Вашим Государствам Дают Дотации Которые Даже Не будут 10% От того Что Вы Им Платите В виде Налогов Вы Понимаете Какой Обман Идет Мир Циничен Циничен Безусловно А люди Живут На уровне А вот У нас А вот У вас А вот Вы В России А вот Мы Здесь Унитазами Хвастаются Вы Серьезно У вас Депопуляция Идет Посмотрите На себя Что С вами Произошло Людей Да Мало И Меньше Становится И Здесь Даже В чат Рулетке Мужчин Украинцев Конечно Не часто Уже Встретишь Не часто Да Попадаются Если Мне Украинцы То А я В Польше А я В Немечине Думаю Я спрашив Что Удрал Нет Я Давно Уехал Типа Когда Они Говорят А я Давно Уехал Я Еще До Войны Уехал Это Прям Все Снимает С них Это Как В детской Игре Помните Чур Я В домике Понимаете А я Давно Уехал Что 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 Значит Ты Что Патриот У Тебя Сзади Висит Флаг Ты Встречаешь Вот Часто Попадается Встречаешь Здесь Славу Украине Ты Вот Готовы Готовы Военный Почему Ты Там А я Давно Уехал А я Помогаю Что Ты Помогаешь Он Донатит Я Недавно Увидел Украинскую Одну Блогершу Вы Не Поверите Она Собирала На покрышке Для Пикапа Какой-то Танковой Бригаде Вы Нормальные Вообще Вы Нормальные Вообще Вы Вообще Вот Как Вот Оно У меня Не Укладывается То есть Соединенные Штаты Европа Закидывают Миллиарды Долларов Чтобы Какой-то Блогер Собирал На покрышке Для Пикапа Вы Знаете У многих Людей Есть Еще Порыв Порыв Они Не Могут Стоять На Месте И Они Пытаются Любыми Способами Найти Помощь Подключить Каких-то Людей Какие-то Общественные Организации Это В принципе Нормально Я Таких Очень Много Вижу Которые Не Могут Стоять На Месте И Они Любыми Способами Знаете Даже Такое Было А то То В магазинах Были Такие Уголочки Где Какие-то Коробки Были И Крышечки Какие-то Собирали От Бутылок На Протезы Раненым Что-то Сделать Поэтому В принципе Любая Такая Активность Ее Воспринимают Здесь Очень Положительно Опять Ж Говорю Те Миллиарды Долларов Которые Всобачивают Европейские Страны Ваши Государства И при этом Находятся У Замминистра Обороны За диваном Нашли Миллион Долларов В разной Валюте Еще Кто-то Там У Министра Обороны Обвинили В каких-то Махинациях Тут же Его снимают И он Уваливает Куда Черт знает Куда Свалил Никто Не знает Смена Идет Вот сейчас Ваш президент Лихорадочно Сменяет Всех Вокруг Себя Почему Почему Решил Так Вот Залужный Уже В Британии Данилов Куда-то В Африку Вот Либо Разбегаются Все То есть Вы На грани Грандиозного Шухера Либо Действительно Меняет Варьё А если Меняешь Варьё Значит Это Варьё Спокойно Было До Определенного Момента У тебя Вполне Устраивало То есть Что Происходит Понимаете Вот Оно Странно Звучит А Данилова Когда Поменяли После того Как он Китайцев Оскорбил Он Какую-то Фразу Сказал Громкую А я кстати Не следил Что он там Сказал После Какого-то Инцидента Я не помню Что он Оскорбил Китайского Лидера Ли Хуэя Он сказал Какой-то Тамху Вот так Вот Было Сказано Китайский Лидер Синь Цзиньпинь Ли Хуэя Ли Хуэя Это представитель По-моему То ли Представителя Китая Я Не знаю Какая Его должность Представитель Китая По-моему То ли Ну Изми Изми Да Да То есть Китай Предложил Сделать То-то То На что Этот Сказал Вы нам Еще будете Указывать Какой-то Там Будет Нам Указывать Ой Зря Вы знаете С китайцами Очень трудно Договориться У них Настолько Своя Культура И Плюс Еще Особенно Нам Учитывая Опыт Матерсич Который Скажем Так Для Китайцев Не Очень Радужный То Как-то Аккуратнее Мне кажется С ними Высказываем Нужно Тем более Когда Америка Часто Говорит Что Там Предостерегает Китай Чтобы Никаких Там Не было Никакой Поддержки России В этой Войне Очень Часто Смотрите А такой Вопрос Вот Вы говорите Миллиарды Миллиарды Я слышал Мнение Что Большая Часть Там В Америке И Остается Или Это Миф Какой-то Не Не Это Так А ну И Он Вот Последним По-моему Интервью По-моему То ли CBS То ли Кому Он Говорил Что Что Вы Не Хотите Нам Денег Да Тем более 80% Останется В Америке То То есть Получается Вы В кредит Берете Деньги На Развитие Американского Военпрома Я Правильно Вас Понял То То Вам Будут Давать Старье А Будут На эти Деньги Производить Новое Но Вы За Это Платите Как Старье Хаммерс Хаммерс У нас Появляются Я Не Думаю Что Это И Патриоты Старье Какого Очень Часто Часто Пабликах Эти Зетовских Крутили Это Да Любопытный Случай Да Так вот Вопрос К Воровству Получает Аж Говорю Россияне Часто Вот Претензии Вот Вы Воруете Миллиардами Там Которые Вам Поставляют Получается 80% Там Остаются То есть Многое Просто В принципе Не Доходит Ну Так Слушайте А кто Это Отменял А то Что Доходит И то Умудряются Разворачивать Ну А как Понимаете Ваши Я не Обвинял Никого Я Не Знаю Я Следую Из Того Что Я Слышу С Ваших Новостных Агентств Вас Обвинили Обвинили Министра Обороны Из-за Этого Его Сняли А почему Его Обвинили По поводу Зимних Курток Яиц По 17 Гривен Сняли Иначе Хорошего Зачем Снимать Правильно В Британии Вроде И там Говорили Что-то В районе Опять же Миллиарда Долларов Я Не знаю Голословно Обвинять Не буду Но опять же Это взято С ваших СМИ Понимаете И Все равно Умудряются Воровать Правильно У вас Там Один Спутник Покупал Товарищ В президенты Который Тоже Хотел Уйти Сергей Притулов Я Не знаю Кто Где Спутник Можно Пальцем Ткнуть Там Не столько Спутник Там Какая-то Была Программа Которая Позволяла Увидеть Хотя Там же Ему Писали А Можно же Американцев Попросить Так Американцы И так Вам Все Давали И Англичане Он Он Очень Красиво Как-то Объяснил Что Каждый раз Надо Просить А так Мы Приобретем Сможем Приобрести Короче И без Лимит Он Как-то Пытался Выкрутиться Типа Зачем Какого-то Попросить Каждый Раз А Делать Запрос Нужно Зачем Нам Это Делать Запрос Если Вот Мы Сможем Приобрести Там Подписка Или Как Захотели Сделали Захотели Не Сделали Без Саких Запросов От Третьих Сторон Типа Вот Так Он Это Давно Было Год Или Два Но Я Захожу Я Захожу Часто К нему В Инстаграм Там Конечно Негодует Конкретно Ну Так Видите У вас Даже Взять Вот Этот Вот Факт Что На Границе Платят Чтобы Выходить И У вас Это Широко Так Известный Факт Что Хочешь Куда Уйти Ты Должен Заплатить То Это Нормально У вас Считается Вы Знаете Я Каждый День Мониторю Ловят Ловят Вот Реально Постоянно Ну Ловят Тех Кто Не Заплатил Или Не Тому Заплатили Тех Кто Заплатили Вот Я Просто Достаточно Написать Ух Ильян Слово Новости Ух Ильян Новыми Там Пишут Что Заплатил 8000 9000 Долларов Какой Там Передизник Вас Всех Задержали А Был Вообще Резонанс Когда Большая Маршрутка Ехала А Там Было Человек 15 Наверное 34 Человека Было 34 Человека Представьте Сколько Заплатили Они Этому Перевозчику Думаю Огромные Деньги Были Предположения Люди Бегут Смотрите У вас Это Река Тыса В которой Тонет Уже 30 Человек С начала Года Утонуло Я Замечал Факты Такие Тонули То есть Люди Тонут Люди Вот Ну Пытаются Убежать Люди Просто Хотят Жить Да Ну Конечно Вы Поймите Что Такое Пойти На Войну Я Сам Не Знаю Дай Бог Что Будет Поймите Что Все Те Люди Которые Погибли Они Шли Все Смыслом Что Их Пронесет Что Им Повезет А Не Всем Повезло Не Всем То Если В начале Года В начале Марта Пошли Люди И Они Думали Что Как бы Не было Таких Резонанс Все Знакомые Живы А Когда Вот Прошло Два Года И Надо Ити Туда На Фронт Ты Понимаешь Мой Тот Знакомый Умер А Еще Вон Тот Знакомый Умер А У Него Там Родственник Умер Ты Просто Начинаешь Взвешивать Эти Моменты И Многие Не Выдерживают И Пытаются Убежать Вот 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 Трагедия 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 Да Ну Я Опять Таки Мне Остается Призывать Людей Придерживаться Международного Гуманитарного Права Только Что Не Говорил Оставаться Гуманными Не Распространять Ненависть Пусть Кто-то Скажет Что Это Банальные Фразы Но Я Считаю Что Надо Надо Тем Более Когда Великий Пост Пытаюсь Придерживаться Вот Видите А Вы Мне Вот Интересно Ваше Мнение У У Тоже Канал Да Вот Я Сейчас Извиняюсь Я Кот Леопольд Давайте Жить Дружно Давайте Жить Дружно Да Я Вспомнил Сейчас Это Мы С вами Уже Беседовали У меня Ролики У вас Ролик Кстати В тот Раз Когда У вас Вышел Ролик У вас Вышел Вперед Меня Многие Мои Подписчики Подволили Что Это Мой Роль У Всех Уведомлений Вы Светились Вы И Многие Там Писались Посмотрите Комментарий Говорю Волубавич Вышел Ну Такое Дело Ну У вас Проблем Не возникает У вас Мнение Довольно Таки Смелое Оно Конечно Не Настолько Радикально Но Довольно Таки Смелое Мнение У вас Проблем По этому Поводу Не возникает Проблем Нет Потому Что Я Я считаю Что Ничего Для своей Страны Плохого Не делаю Пытаюсь Только Делать Хорошее И Для меня Предать Я Не знаю Я Не смогу Никого Предать И Страну И Людей Которые Здесь Живут Они Верят В идее Есть Определенные И Ну Просто Я себе Это Не Представляю Поэтому Я Наоборот Отзываюсь Постоянно Хорошо И В Диалогах С Людьми Некоторые Вот Здесь Они Начинают Гнать Что Про Мою Страну Я Говорю Ну А Что Вы Неожели Не Можете Что Хорошее Акцентировать Нимание На Чем-то Хорошем Давайте В общении С россиянином Я Акцентирую На Каких-то Хороших Вещах А Вы Акцентируете Хороший Акцент На Вещах Территория Украины Я Например Говорю Что В России Мне Нравится Что Там Появились Исламские Банки То есть Альтернативные Банки В Катарстане То есть Там В чем Суть Там Инвестируют Банк Исламский Одновременно Несет риски Вместе С Человеком То есть Там Живы С вами Ростовсичество Оно запрещено Без кредитов Без кредитов Без Вот этого Процента Грешного Грешного Мне Нравится Что Такая Тема Появилась И Ну Я Понимаю Что Это Противник Но Нужно Справедливо Оценивать Какие-то Моменты Если Несли Хорошие То есть Относиться К противнику Не то чтобы С уважением А Типа С правдивостью То есть Вот С такими элементами Вот я считаю Как надо вести Диалог Да Вы правы Ясненько Очень приятно Было вас увидеть Серьезно Снова Если вы не против Я этот ролик Выставлю И вы можете Выставить Если вам желание Будет Поэтому Хорошо Интересно Побесить Ладно Тогда Интересного Общения Давайте Добра вам Счастливого Мирного неба Над головой Самого главного Удачи Сейчас Сейчас Как-то Мама Мама Что я буду делать Класс Чего? Класс Говорит Народу нравится Чего? Народу нравится Вот потому Что вы говорите То, что не думаете И думаете То, что не думаете Вот в клетках И сидите Добро пожаловать в клетках